На встрече с коллегами из СНГ секретарь Совета Безопасности России читает, Лондон и Вашингтон вербуют террористов для боевых действий в Украине. На наших глазах разворачивается глобальный кризис. Его причина – стремление Запада навязать свое доминирование в мире, полностью игнорируя не только национальные интересы, особенности и традиции других стран, но и объективные тенденции становления многополярного мира и прекращения западной гегемонии. По словам Патрушева, российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской атомной электростанции. Завербованный сотрудник АЭС якобы должен был заложить взрывчатку мощностью более килограмма в тротиловом эквиваленте под тепловым узлом. В Совбезе уверяют, Украина хотела оставить без тепла около 50 тысяч жителей Энергодара. Следом обвинения в адрес Киева посыпались и от Росэнергоатома, но по другой причине. «Эти нелюди просто отключили две ЛЭП, которые запитывали реакторы, и мы вынуждены были расхолаживать реакторы на дизель-генераторах, что называется, на жилах. Теперь с подачи тепла в дома придется подождать». По свою очередь, украинский энергоатом утверждает, что Запорожская АЭС полностью обесточена из-за российских обстрелов. «Топлива для работы дизель-генераторов в режиме полного отключения станции хватает на 15 дней. Обратный отсчет начался. Из-за оккупации завода и вмешательства представителей Росатома в его работу, возможности украинской стороны по поддержанию ЗАЭС в безопасном режиме существенно ограничены. В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом срочно принять меры по демилитаризации ЗАЭС». Параллельно с этим продолжается история с зерновой сделкой, которую Россия сначала односторонне приостановила, а потом все же согласилась возобновить. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, причина, по которой Москва поверила украинским гарантиям по безопасности зернового коридора, это участие в сделке Турции. А вот министр иностранных дел Сергей Лавров, который, кстати, уехал по рабочим целям в Иорданию, смотрит на ситуацию скептически. «Как вы знаете, выполнение украинской части сделки возобновилось. В то же время по-прежнему не видим какого-либо результата в том, что касается второй части пакета, предложенного в свое время генеральным секретарем ООН Гутеррешем, и который предполагает снятие любых препятствий на пути экспорта российских удобрений и зерна». Тем временем Совет Безопасности Организации Объединенных Наций отклонил резолюцию России. Москва требовала расследовать на международном уровне, цитирую, «совместную военно-биологическую деятельность Украины и США». За документ, помимо, собственно, России проголосовал только Китай. США, Великобритания и Франция выступили против, а остальные 10 членов Совбеза воздержались. Российской пропаганде верят все больше жителей Евросоюза. В частности, Германии, сообщает немецкий журнал «Шпигель» со ссылкой на Центр мониторинга, анализа и стратегии, который занимается, среди прочего, исследованием теорий заговора. Около 40% опрошенных согласились, что Россия была вынуждена начать боевые действия в Украине в ответ на провокацию НАТО. Примерно столько же респондентов убеждены, что Кремль действует против некой глобальной элиты, дергающей за ниточки. А 14% опрошенных вообще считают Украину частью России. Чуть меньше людей верят, что в Киеве заседают фашисты. А вот в российском Ульяновске мобилизованные из Чувашии уже третий день протестуют, требуя обещанные властями выплаты. Местные СМИ пишут, что к протестующим присоединились и другие мобилизованные. Всего бунтуют более 2000 человек. Они требуют перечислить на личные счета 400 миллионов рублей. Это почти 6,5 миллионов долларов, о которых говорил глава Чувашии Олег Николаев. То, что люди на сегодняшний день определенным образом напряжены, это очевидно. И вот это напряжение может выливаться в любое недовольство или активность, если у них не будет достаточной информации и понимания, как будет развиваться ситуация. Я думаю, именно в этой плоскости все происходит. А вот добровольцы из Ханта-Мансийска, как они себя называют, хотят не денег, а крови. Видео репостнул сенатор Эдуард Исаков, который не так давно, кстати, отрекся от дочери за ее антивоенной позиции. Чего мы хотим? Крови! Что мы будем делать? Убираем! Перспектива увеличения срока службы в армии до двух лет остается туманной. Несколько парламентариев ранее поддержала идею, но вот в Кремле отреагировали сухо. Вы согласитесь, что здесь все-таки решающий голос за Министерством обороны Российской Федерации. Все зависит именно от позиции Министерства обороны, от запросов в Министерство обороны, от их рекомендаций. Каких-то заявлений от Министерства обороны на этот счет мы не слышали. Ну, мы видим, да, заявление, читаем, да. Но здесь никакой позиции на этот счет нет. То есть в администрации никаких разговоров на этот счет не ведется. Не ведутся в Кремле разговоры и о возвращении смертной казни, добавил Песков. Ранее бывший президент Дмитрий Медведев написал в телеграм-канале, что мораторий на высшую меру наказания может быть преодолен по решению конституционного суда. Напомню, летом председатель КС Валерий Зорькин объяснил, что для введения смертной казни понадобится принятие новой конституции. Тем временем, по словам пророссийских властей Херсонской области, ВСУ обстреляли администрацию города Голая пристань. Никто не пострадал, но здание полностью разрушено. А в Донецке как минимум три человека ранены в результате удара по району железнодорожной больницы, утверждают местные власти. Также, по их словам, несколько социальных объектов остались без электричества. А одна из средних школ поселка Бирюзова оказалась под огнем. Между тем, Россия и Украина вновь обменялись военно-пленными. На этот раз по схеме 107 на 107 российских солдат доставят в московские медучреждения. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что среди освобожденных украинских военных 74 человека защищали завод «Азовсталь» в Мариуполе. Субтитры создавал DimaTorzok